Я, собственно, водки не пью. А как же вы селёдку без водки будете есть? Абсолютно не понимаю. Помимо, я тоже не пью на одну рюмку. Душевно вам признательно. Закусон это круто, поэтому готовим картофельную запеканку под шубкой. Обжариваем любые грибочки, затем также обжариваем фарш. Я любительница добавлять овощи к фаршу, поэтому перец болгарский и помидоры – это мой репертуар. Всё перемешиваем и душим до мягкости овощей. Тем временем варим мы картофанчик, затем берём толкушечку и мягко его начинаем массажировать. Добавляем шматок хорошего масла и затем яйцо. Всё перемешиваем и готовим противень. Смазываем его маслом, наверх пюре из картошки, затем фарш с овощами и поверх фарша мы кладём вот эти наши грибочки замечательные. Сыра не жалеем, сырем как следует и убираем в духовочку. Ой, не знаю, насколько, но пока не приготовится, пока не будет корочка, потому что у нас всё, в принципе, там и готово, поэтому ждём только корочку. Ну что, вылезла наша запеканочка из солярия, она очень хорошо подзагорела. Кто не любит, можно сильно не зажаривать, но мы любим такую корочку. Всем приятного аппетита! В обязательном порядке урвала себе на завтрак. Запеканочка очень вкусная, такая необычная. Ещё порезала помидорки жёлтенькие, помидорку, и зелёный лучок, и полила маленечко оливковым маслом. Ох, какая порция на завтрак! У меня здесь запеканочка, 269 грамм, кусочек, одна маленькая помидорка с луком, и бутерброд с сыром домашним, плавленным, с грибочками. Для завтрака, для первого приёма пищи, это в самый раз. Ах, забыла про сметанку. Ложечка сметанки небольшая, ну, буквально столовая. Когда запеканка остывает, вот по этому рецепту, по которому я сделала, то она просто идеальная. Конечно, если вы будете её есть сразу с пылу с жару, то она не успеет состыковаться со своими ингредиентами, и будет пюре как пюре. Также люблю делать ещё запеканку картофельную из сырого картофеля, либо натертого, либо просто тонко порезанной кружочками. Господи, столько много рецептов на самом деле! Но я люблю экспериментировать, очень люблю. Какие-то рецептики под своё русло подгонять, что-то где-то поменять. И это, я вам скажу, круто. Сыр с грибочками – это вообще просто песня. Грибы, конечно, они, когда остужаешь сыр, они опускаются вниз. Но, блин, так же ложечкой подчеркнул, и всё. Это очень вкусно. Он прям глянцевый. Ну что, мои дорогие, спасибо огромное, что были со мной, что смотрели меня. Готовьте иногда со мной тоже. Экспериментируйте также. И будет вам вкусно. Желаю вам позитива, хорошего настроения. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»